Дима Момзиков и робот. Два друга и два соперника. В захватывающем поединке искусственного интеллекта с человеческим победит, конечно, Дима. Он быстрее соберет кубик Рубика. Но не это больше всего удивляет, а то, как мальчик смог придумать и собрать такого робота, который безошибочно выполняет сложную задачу. А этот экзотический робот ходит и вправду как настоящий. Медленно, но зато уверенно. Трудно поверить, но два школьника собрали его всего за пять часов. В конкурсе проектов есть идея, которая проходит в рамках форума к вершинам научного познания. Участвуют ученики пятых-одиннадцатых классов. Сегодня за право считаться лучшим изобретателем борются 34 школьника из разных школ города. Я прошла просто по рядам, посмотрела, глаза разбегаются. И нет ни одного проекта, который был просто на словах. Все ребята пришли с конечным продуктом. И эти продукты очень важны. Я вот посмотрела. Там работающие модели робота. Здесь гербарии. Здесь видеоролики о формах деятельности ученического самоуправления. Здесь просто целые диаграммы исследования математических функций. Вы знаете, это здорово. Наша основная задача, конечно, выявить, поддержать детей, склонных к исследовательской деятельности. Мы очень надеемся, что сегодня дети предложат такие идеи, которые потом будут использоваться в практической жизни общества. Очень интересные названия проектов мы сегодня увидели. Ну, например, как решить проблему бродячих собак, которые очень активно обсуждаются обществом. Или, например, такой интересный, на мой взгляд, проект – это экологическая тропа на сутке батарейная в целях развития внутреннего туризма. Это не просто бесполезные поделки. Каждый проект несет какую-то пользу обществу. К примеру, самолет из пенопласта может выполнять и вправду грандиозные задачи, особенно актуальные для нашего края. К нему прикреплена камера, которая передает изображение на специальный телевизор. Использовать этот комплекс можно для поиска людей, мониторинга лесов и выслеживания браконьеров. На данный момент мониторинг лесов производится вертолетом Ми-8, у которого расход топлива 800 литров в час. Это примерно 23 тысячи рублей в час. То есть это получается очень дорого. Мой самолет потребляет около 30 рублей в час, если перевозить уже сразу на денежное. Это с тем, что батарея меняется каждые 200 циклов заряда-разряда. Также он может набирать большую высоту и у него намного большее время полета. То есть мой самолет летает около часа. Вообще, если поменять батарею, он может летать и 6 часов. А вот изобретение Алексея Орлова более приземленное. Использовать его в быту могут все. Восьмиклассник придумал, как управлять домом, не вставая с дивана с помощью телефона. В данной модели мы можем открывать-закрывать двери, то есть комнаты и гараж. Включать-выключать свет. Как в гараже, так и в комнате. И включать свет на улице. Мы можем открывать-закрывать шторы. Такая система может быть использована как на даче, потому что во многих дачах стоят ворота, которые не всегда охота выходить и открывать. А так поставил эту систему и спокойно открываешь. Проекты школьников оценивали научные эксперты. Больше всего работ победителей из 30-й школы. Стереотип о том, что все подростки только и делают, что играют в компьютерные игры, разбивается в дребезги. Достаточно увидеть горящие глаза этих детей. Если уже в 10 лет школьники могут придумывать такие изобретения, то за будущие страны можно не переживать.